В госавтоинспекции дадут водителям шанс привыкнуть к ведению одностороннего движения на ряде улиц в Туле. Срок около одной недели. Напомню, с 3 апреля изменения произошли сразу на четырех участках дорог города. Весь вчерашний день соцсети пестрили сообщениями о нарушителях. На одной из улиц даже произошло ДТП. Какова ситуация на дороге сегодня? Расскажем прямо сейчас. Пересечение улиц Свободы и Пушкинской. День 1. Пересечение улиц Свободы и Пушкинской. День 2. Количество нарушителей, смело едущих под кирпич по сравнению с первым днем введения одностороннего движения на улице Свободы, сильно не поменялось. По привычке, разговаривая по телефону и не обращая внимания на знаки, водители движутся навстречу штрафу или даже лишению прав. Те, кто повнимательнее, кое-как разворачиваются. На дороге хаос. Звуки клаксонов заглушают мат и крики. Еще одна проблема первых дней. К примеру, на улице Свободы по ходу одностороннего движения установлен знак «главная дорога». Соответственно, ранее такой же знак располагался и по ту сторону перекрестка. Те, кто пересекает улицу по Пушкинской, по идее, должны смотреть только направо. Но слева же постоянно снуют автолюбители, которые считают, что едут по главной. Соответственно, создается аварийная ситуация. Особенно недовольны нововведениями автолюбители, проживающие на улицах, где введено одностороннее движение. Ребята, уберите, пожалуйста. Это неудобно. Очень трудно, блин. Вот мы здесь живем, нам заезжать приходится, вот объезжать, в пробке стоять, чтобы заехать во двор к себе домой. На улице Бундурина, противоположной подвижению улицы Свободы, ситуация аналогичная. Кто-то идет на разворот, кого-то не смущает даже кирпич. И снова раздаются протяжные сигналы. Еще одно напоминание водителям с 3 апреля. Одностороннее движение введено на улицах Свободы, Бундурина, Братьев Жабровых и на дороге Дублёре, проспекта Ленина на Зеленстрое. Участки и направления движения сейчас на ваших экранах. Подробнее ознакомиться с изменениями вы можете на сайте tsn24.ru. На то, чтобы наконец-таки разглядеть кирпич, водителям в госавтоинспекции дали срок около недели. Далее будут штрафовать. Юрий Зайцев, Игорь Щепотиев, Тульская служба новостей.